Все люди хотят, чтобы их тело выглядело симметрично. А вы знали, что симметрия бывает не только в нашей жизни, но еще и в математике, например, у функций? А что это значит и почему это действительно так, вы узнаете в нашем видео. Я Владислав, это учебный центр интенсив курс. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик и изучаем. Пусть у нас с вами дана функция y равно f от x. И мы с вами знаем, как выглядит ее график на координатной плоскости. Наша с вами задача построить график вот такой функции y равно минус f от x. То есть минус стоит перед всей правой частью первоначальной функции. Как в этом случае нам построить график, зная график первоначальной функции? В этом случае произойдет симметричное отображение графика первоначальной функции относительно оси OX. Что это значит? Это значит, что все точки графика первоначального, которые были сверху, станут снизу, а все точки, которые были снизу, станут сверху. Например, функция y равно минус x квадрат. Первое. Пробуем понять, из какой первоначальной функции была получена данная. Перед этим шла функция y равно x квадрат. Вот и построим ее. Функция y равно x квадрат. Вот она у меня выделена красным цветом. Ее графиком является парабола. Теперь мы строим y равно минус x квадрат. Что происходит? График первоначальной функции симметрично отображается относительно оси OX. Так как весь график находится выше, то он весь будет, соответственно, ниже. И мы берем и симметрично переворачиваем, так сказать, нашу параболу. И теперь она будет идти вот таким образом. То есть, синий график — это график функции y равно минус x квадрат. Ну, давайте попробуем еще. Например, функция y равно минус корень из x. Первое. Что делаем? Пробуем понять, из какой функции получена данная. Первоначально шла y равно корень из x. Строим ее график. Итак, вот красным цветом у нас построен график функции y равно корень из x. Минус стоит перед правой частью первоначальной функции. Значит, весь график первоначальной функции симметрично отображается относительно OX. Симметрично, значит, все точки, которые находятся сверху, теперь становятся снизу. И синим цветом теперь выделен тот график, который нам нужен. Это и есть график функции y равно минус корень из x. Еще раз. Если стоит минус перед правой частью первоначальной функции, то в этом случае все точки симметрично отображаются относительно оси OX. Итак, попробуем с вами построить график вот такой функции. y равно минус в скобочках x плюс 2 делить на x. Первое, что мы с вами пробуем понять, из какой функции получена данная. Перед этим шла следующая функция y равно x плюс 2 делить на x. Просто в правой части спереди поставили знак минус. То есть будет симметричное отображение относительно оси OX. Итак, строим график первоначальной функции y равно x плюс 2 делить на x. График первоначальной функции у меня изображен красным цветом. Вот он. Одна часть и вторая часть. Теперь, если у нас с вами стоит минус, то это значит, что график первоначальной функции будет симметрично отображаться относительно оси OX. То есть вот эта часть была сверху, симметрично она пойдет вниз. И вот синяя часть. Это уже часть нового графика, вот этого, которого нам нужно было. Вот эта вот часть первоначального графика идет снизу красным цветом, симметрично отображается, соответственно, вверх. И мы получаем вторую часть того графика, который нам нужно было получить. Графика первоначальной функции. Что ж, давайте теперь попробуем разобраться в следующем. Если нужно построить график функции y равно модуль f от x, то как в этом случае мы с вами будем поступать? Давайте будем разбираться на конкретном примере. Вот у нас с вами есть функция y равно модуль x квадрат плюс 4x. Сначала пробуем понять, из какой функции была получена данная. Но очевидно, что нужно просто убрать модуль. Тогда мы получим первоначальную функцию y равно x квадрат плюс 4x. И, собственно, построим ее. Если мы ее построим, то получим вот такой вот график. Собственно, парабола. Итак, что мы теперь с вами делаем? Что делает преобразование модуль? Модуль берет, и все точки, которые находятся снизу относительно оси OX, они симметрично отображаются вверх. То есть вся вот эта вот часть пойдет вот так вот вверх. А та часть, которая перевернулась, та, которая была снизу, она просто пропадает. Еще раз. Вся часть вот эта вот, которая находится снизу относительно оси OX, мы ее переворачиваем вверх, и она снизу пропадает. Таким образом, мы с вами получаем вот такой вот график. Вот мы с вами видим, что вот этот вот бугорок, который находился снизу, он отразился вверх, а снизу уже ничего нет. Это график функции y равно модуль x квадрат плюс 4x. То есть преобразование модуль, все точки, которые снизу, симметрично отображают вверх, и при этом снизу они уже пропадают. Давайте попробуем построить еще один график. y равно модуль 6 делить на x. Итак, первое, что мы с вами пробуем понять, это первоначальная функция. Какая была? Для этого просто убираем модуль. Значит, первоначальная функция y равно 6 делить на x. Теперь строим график данной первоначальной функции. График будет выглядеть вот таким вот образом. Получаем с вами гиперболу. Теперь, что делает модуль? Все точки, которые находятся снизу относительно о x, мы их симметрично отображаем вверх. Значит, вот эта вот ветка гиперболы симметрично отобразится вверх и пойдет вот таким образом. Значит, график функции y равно модуль 6 делить на x будет выглядеть вот таким вот образом. Вся вот эта нижняя ветка симметрично пошла вверх, отобразилась вот таким вот образом. А нижняя часть просто пропала. Ну, давайте еще на одном графике попробуем. y равно модуль корень из x минус 2. Итак, первоначальная функция. Чтобы узнать, нужно просто убрать модуль. Убираем, получаем y равно корень из x минус 2. Теперь строим график данной функции. График данной функции будет выглядеть вот таким вот образом. Итак, теперь, чтобы построить график первоначальной функции, y равно модуль из корень из x минус 2. Мы все точки, которые находятся снизу, симметрично отображаем вверх относительно оси ОХ. Что мы с вами в этом случае получим? Итак, вот это вот мы отображаем с вами вверх и получаем вот такой вот график. Значит, вот эта вот часть получилась из вот этой отображения вверх, а нижняя часть просто пропадает в этом случае. И таким образом мы с вами изучили новые способы преобразования графиков. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ждем вас в следующих видео.